Уважаемые коллеги, вот смотрите, сегодня, наконец-то мы, еще даже не до конца, находимся на половину пути от той нашей мечты, мечты дома штангистов города Москвы. Помните, когда год назад мы с вами разговаривали, любимый наш канал «Мир спорта», было интервью, тут было все, может быть, прозрухи, сейчас смотрите, какое… Хорошее здание, да. Как все изменилось, но опять же скажу, что у нас впереди еще планы, будут трибуны на 150 мест, воздвижные трибуны, будет большое табло для зрителей, которые будут видны без протокола, вся борьба, будет монитор огромных бесед по этой сцене. Будет большая занавеска, которая будет отвергать зону фитнес-спорта от всего нашего штангистского мероприятия. И, естественно, планируется годью 600 сантиметров здесь, на стандартах. Тогда мы скажем, что закончили вариант дома штангистов города Москвы. Сегодня мы рады тем, что впервые проводим официальное перевес в городе Москвы. И все, кто не подходят, все, напротив этого мы все подружились. Все подходят, все обнимаются, все поздравляют, все говорят спасибо тем, кто это сделал. А кто сделал? Московский спорт. Большое спасибо. Большое спасибо юность Москвы руководству. Большое спасибо нашему мэру, который в свое время сбудоражил и искал быстренько сделать ремонт. То есть идет это мероприятие фактически под контролем мэрии, но все спорта. И юность Москвы – это исполнители. То есть это их база, все это исполнители. А федерация проводит свою часть работы. Мы федерация, вот технический профессор наш московский, доктор наук, наш Максим Степанович, заслуженный тренер, заслуженный мастер Юрий Евгеньевич Козин. Я могу всех согласиться с этих, очень много знаменитых и знаменитых, но они все рабочие, каждый из наших. Это есть федерация. А федерация, вот, мы сейчас разрабатываем новые правила, чтобы единые были правила, чтобы борьба с допингом продолжалась. У нас все идет очень серьезно. Вот то, что в мире сейчас творится, вот с этими допингами, обвиняют нашу страну. Я считаю, что они много просто не знают. У нас, мы уже давным-давно забыли, что такое допинг в Москве. У нас любой ребенок приехал, на который все наши ребята выступают чистые. И у нас есть обязательства. Все, любой спортсмен выезжает на сбор, пишет обязательства, и этот спортсмен подписывается под эту обязательство. Иначе он не будет допущен ни на сбор, ни на командирование, никуда. Поэтому, я вот предоставляю это низкий комитет, пару слов, по видению развития нашей штанги в Москве. Штанга в Москве развивается семимильными шагами, не смотря во все трудности. Она будет развиваться дальше, потому что мы московские штанги, не сдаемся никогда. По слову Степановича, потом Берегинская. Приятно находиться в этом зале. Все наши судьи работают по правилам, честно и учат молодых спортсменов, которые выступают, правильно и грамотно выступать. Это все благодаря тому, что вот возникают новые у нас центры в динамкетическом городе Москве, которые дали нам наконец хороший зал. И я надеюсь, что будущее будет за нашими молодыми спортсменами. Я полностью разделяю то, что было сказано выше. В этом зале это один из лучших зала. Здесь осталось только какие-то мелочи. В основном здесь основная работа выполнена. Приятно находиться, приятно выступать, приятно работать. И здесь большие перспективы. Действительно, юность Москвы создала крупный центр, крупную базу. А результаты они видны, очевидны. Потому что Москва является лидером в российской тяжелой атлетике по всем возрастам. Вот прошел очередной год, начался олимпийский цикл. И он подтвердил стабильность. Стабильность. Это говорит о хорошей работе тренера, руководстве. Поддержка руководства мужского спорта. Поэтому перспективы очень большие. Остается ждать только результатов. Вот почему такая доля у себя. Есть ветераны, есть действующие, есть молодые вице-президенты. Вот сейчас соревнования обеспечивают призовый фонд. Сейчас призовый фонд обеспечивает наш молодой Никита Бородов Алексей. Вы знаете, он у него свой сайт, он еще и бизнесмен. Вот у нас молодой друг. У него сопутствующая такая школа, можно сказать, работа у него уйдет по работе с молодежью. С трудной молодежью. Он организовал огромную работу по заданию. Это Шубин, Евгений, Безбородов, Алексей. Этих молодых ребят, которые активно, в то же время не повездают помочь нашему виду спорта, начиная от ветеранов. Они рабочие, они еще должны у них опыт набрать. Это будет хорошее преемственность, передача нашего опыта молодым, чтобы они эту федерацию держали потом так же дружную, без всяких склок, перехватывают подружную, вот такие руки. Я бы хотел бы, чтобы из них получились потом в дальнейшем хорошие поддержки нашего общего директора. Правильно? А сегодня я хочу сказать спасибо, что находятся рядом. Помогают. Так вот. Тренажеры выпускают хорошие. Он работает за молодежью. И в то же время выделяет помощь, огромную помощь помогает нашему виду. Адресно помогает федерации. Наш заведитель Желтого Кубасской. Он будет назвать сумму. Он представляет сумму. Этот постоянно поддерживает соревнования молодых. А не могу не назвать одного вице-президента, который молодым не назовешь, но он такой, зелу возраста, Юрий Медсик Александрович. Ну, вчера мы пришли вот. Бокеринг готов. Наш дешево привез. И еще шок. Конверты. Первое место 3 тысячи. Юночка получает. Второе место полтора тысячи. Третье место 500. То есть взял, шокировал нас вчера. Понимаете? Вот в этой дружной семье, наверное, будет этот результат. Всех у нас единое мнение. С допингом мы будем бороться. С допингом мы разрешили, значит, и с кредитом. Без разрешенного средства будем топить с этим методом. Правильно? Спасибо. Дружная команда. Да, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем нашим друзьям в регионах, всей России, во всем мире. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. .